здравствуйте дорогие друзья с вами светлана филатова рада приветствовать вас на моем канале сегодня мы разберем павла дурова а сейчас такой инфоповод его французские власти поместили под арест потом выпустили спустя несколько дней и весь мир ждет и и не может понять чего же нам ожидать в дальнейшем ну давайте начнем с невербального разбора с разбора невербального поведения павла когда он давал ну можно сказать единственное свое интервью полноценное интервью карлсону хотя насчет полноценности здесь тоже можно поспорить но тем не менее более-менее нормальное интервью он давал карлсону уже давным-давно и давно вы меня просили его разобрать но у меня все не доходили руки до этого сейчас наконец-то дошли кроме того мы после разбора невербального поведения разберемся что же происходит в жизни павла дурова с помощью астрологии и здесь о чудо я нашла время его рождения и соответственно мы с вами сможем построить ну прям подробную натальную карту и разобраться что же за человек перед нами и вообще много-много всего узнаем о павле но начнем естественно с разбора невербального поведения и так давайте приступать первый фрагмент я включаю и делаем первые выводы и так затем я пошел в школу в италии и я стал частью как бы смотрите как много сомнения и это говорит не о том что он сомневается в своих словах это говорит о том что человек довольно зажат и здесь понятно почему он так мало дает интервью он сам по себе такой человек ему не нравится общаться ну скажем так на людях и кстати причина этого скрыта в его натальной карте я позже все покажу да и вот прям именно покажу почему он так старается минимально давать какие-то интервью и тем более делать какие-то заявления потому что там все чревато но все-таки мы видим что много поджимания подбородком он поджимает подбородок на тех местах где он избегает более резких формулировок возможно где он пытается скрыть какую-то информацию где он в чем-то не уверен в этом случае он ну вот его это линия поведения базовая линия поведения в том что он старается это как-то не показывать но тело естественно дает сигналы а какие сигналы это поджимание подбородка это опускание челюсти это вот эти знаки сомнения и прочее прочее что мы сейчас с вами видим да вот сейчас видите как он во первых пейцем приезжайте когда поджимает подбородок и сглатывает еще склад во время волнения мы часто сглатываем это рефлекторное действие которое выполняет наш организм для того чтобы дыхательные пути и вот горло до горло которым мы говорим где формируется звук для того чтобы мы разговаривали когда мы очень волнуемся влага уходит это во время стресса уходит влага это реакция организма и поэтому вот это сглатывание одно направлено на то чтобы смочить вот эти дыхательные пути и чтобы дальше можно было разговаривать кто больше волнуется тот больше как правило пьет и ну вот сглатывает слюну потому что ну вот в такие моменты организму это необходимо и здесь в данном случае человек действительно волнуется невзирая на то что вроде бы нормальная обстановка но он совершенно не публичный человек он старается держаться подальше от публики и соответственно вот такие вот реакции но реакции естественно вот так они усиливаются именно на тех моментах про которые ему говорить неловко что касается вот его детства да он описывает что детство он провел за границей и так далее ему но в какой-то степени даже неловко от этого ну как бы получается что это внутренние его какие-то ну скажем установки до убеждения но он чувствует себя чужим среди всех да и там он не свой и там он не свой и но с другой стороны я предлагаю ему смотреть на вопрос шире и наоборот рассматривать что он везде свой он везде побывал он везде но человек мира по-настоящему но его это смущает и давайте пронаблюдаем как он смущается люди снова начали использовать вк для организационных моментов чтобы пойти на главную площадь города обратите внимание когда он говорит о том что люди хотели изъявить свою свою волю да и вот у него челюсть просится наверх и вот вот сейчас только что прям очень сильно он поднял челюсть чтобы людям выйти на главную площадь чтобы докричаться он как бы ну он как бы своим вот этим вот и подниманием челюсти и попыткой сказать это выше громче да он говорит о том что ну иллюстрирует иллюстрирует то что он говорит да и выразить все свои и смотрите и опять поджимает подбородок смущаясь своей смелости которую только что проявил понимаете вот он как бы пытается быть смелым но в то же время он опять прячется в свое вот это вот в свой кокон потому что действительно там у него очень серьезно стоит вопрос с тем что ему нельзя делать каких-то очень серьезных заявлений потому что это воспринимается всегда чревато и об этом я это я вам покажу обязательно в конце нашего видео поэтому но здесь просто придется нам поверить в то что человек боится делать очень громкие заявления и поэтому он стесняется сказав что-то более-менее смелое он тут же откатывается назад и поджимает подбородок идем дальше или согласия с правительством моя миссия в жизни была в том что позволит другим людям также быть свободным видите как он запрокидывает челюсти как бы вот это вот смелость через него пробивается пробиваю вот это вот его сущность внутренняя она пробивается но тем не менее потом опять он и в каком-то смысле используя эту платформу мы создали то что мы создали и моя я надеюсь то что это помогло и людям выражать свою свободу видите опять поджимает подбородок опять вот это сомнение качает нет ну то есть вот это вот чередование она не говорит о том что он где-то врет он просто сам себя останавливает чтобы не сказать лишнего он очень осторожен вот в этом интервью что бросается в глаза в первую очередь его осторожность и здесь ну я я его понимаю видите как и поднимает и такова миссия телеграма и это была также миссией моей предыдущей компанией одним из один из которых был таким что мне пришлось бы подчиняться всему что лидеры государства говорят мне а другим был тот что я мог продать свою долю в компании видите поджимает подбородок скрывает информацию скрывает эмоции сглатывает волнение там действительно все не так просто но он сейчас не будет нам рассказывать всех подробностей и вот по поджиманию подбородка я вижу что много чего осталось за скобками уволиться сложить полномочия главы компании и покинуть страну поджимает подбородок с опущенной челюстью то есть сломленный он сломлен он подавлен ему нельзя ничего говорить распространяться этот вопрос вообще освещать лучше не надо и вот он вот таким образом вообще это скрыть сокрытие информации до сокрытие эмоций и так далее то есть я вижу что человеку очень тяжело дался этот шаг но он его прошел и сейчас он говорит об этом знаете вот как а болезни или а какой-то вот пройденной проблеме часто люди упоминая что-то сложное они вот именно так поджимают подбородок сжимают губы опускают челюсть да но часто когда они вышли победителем да вот вот это все сжимание она ну вот поднимать вместе с поднятием челюсти до происходит то есть было тяжело но я справился а здесь получается я не справился я подавлен вот что говорит его лицо я выбрал последний вариант они знали что мы делали они хотели деталей и в моем понимании они хотели создать такие отношения которые бы позволяли им контролировать телеграмм лучше я понимаю что они лишь выполняли свою работу просто для нас являясь платформа ориентированной на наличное пространство было не самой лучшей средой мы хотели сосредотачиваться на том что мы делаем они на отношениях с правительством и на отношениях с правительством опять опускает челюсть и это говорит о том что он подавленно относится к этому вопросу то есть здесь он не герой здесь он не гордится а чем же он гордится давайте посмотрим сколько вы тратите на рекламу 0 0 долларов до 0 долларов мы никогда не тратили ничего для того чтобы приобрести пользователей в целях рекламы мы никогда не продвигали телеграмма вы обратили внимание что мы увидели его большие пальцы и это как и я вам выставила здесь слайд который о господи что это такое я не понимаю что происходит с этим о б с или я я не понимаю почему вот это сейчас я пропала ну ладно вам для развлечения а мне смысл разобраться с этой программой получше так вот вы видели его большие пальцы я вам поставила слайд где вы могли заметить что большие пальцы олицетворяют наше эго и здесь он продемонстрировал сразу оба больших пальца что говорит о том что он этим безумно гордится он здесь красавчик и когда наш большой палец просится вверх это значит что мы хотим показать что мы красавчики и челюсть высоко он не поднимает ее вернее он поднимает ее но не поджимает но хотя в принципе от него можно ожидать что он сейчас ее в конце подожмет на потому что вообще сам по себе довольно скромный когда он позволяет себе вот эти жесты превосходства он тут же опускает себя в этом смысле но как бы не позволяя сильно своему эго развиваться и так ну знаешь как на других социальных других социальных сетях каким-либо способом видно что все прочие социальные приложения везде рекламируют тут и там а telegram он другой и весь наш рост он исключительно органичный мы уже имеем 900 миллионов пользователей почти без какой-либо траты на какую-либо рекламу для того чтобы продвигать telegram а то но знаете вот у меня большой претензия большая претензия карлсон у это просто какой-то трэш вот мне так не хватало лица дурова павла да в этом всем потому что слишком много было лица карлсона причем на самых важных вопросов вот вот почему он так себя культивирует я не знаю может я какую-то не ту запись взяла но это просто трэш какой-то посмотрите сами и где-то в 2012 или 2011 мы впервые столкнулись с проблемами в россии и вот на самом важном месте где хочется видеть лицо главного героя мы видим лицо карлсона я вообще не знаю зачем мне сейчас смотреть на лицо карлсона хотя я хочу смотреть на лицо павла и делать определенные выводы потому что он сейчас говорит очень важные вещи давайте послушаем хотя бы что он сказал и потому что я все еще сильно верил в ценности свободного рынка свободу а свободу речи поэтому когда российская позиция начала использовать вк для организации больших протестов россии когда почти полмиллиона людей выходили на протесты на главных площадях больших городов то правительство говорила нам банить такие сообщества и я конечно отказывался делать это так что это было организационным инструментом для протестующих и дело было не не в нас что мы занимаем одну или другую сторону а дело было в том что мы защищали свободу речи и свободу собраний и мы были уверены в правоте этого но это не совсем сработало с правительством и они не слишком то были на челюсть низко поджимает губы подбородок если вы на этот счет я бы так сказал ну то есть вы видите что когда он воодушевленным поднимает через когда он подавлен и скрывает какую-то информацию он поджимает подбородок рот опускает челюсть и делает вот такие вот жесты которые говорят о его подавленности а теперь следующий фрагмент по поводу того того что касается власти давайте смотреть мы популярны во многих многих странах да вот здесь поджимает подбородок и мы получаем достаточно много запросов требований некоторые из были законы например если было как видите поджал подбородок с поднятой челюстью качает нет это группа людей то есть смотрите вот он сейчас про про иллюстрировал что к ним к нему обращались из разных правительств да и некоторые их обращение имели под собой законную почву и вот в данном случае он поднял челюсть то есть они обращались спать и он иллюстрирует вот это обращение подниманием челюсти то есть у них для этого были аргументы у них для этого были какие-то ну законы да с помощью которых они ну имели право обращаться к нему и вот здесь вот прям четко идет иллюстрация до которые продвигали насилие или была какая-то террористическая деятельность которая распространяла насилие в некоторых частях мира которые любому нормальному человеку не разрешили бы публиковать дамы в таких ситуациях мы помогали то есть сейчас он сказал о том что когда к нам обращаются с требованиями основанными на законе мы всегда ну скажем реагируем и удовлетворяем эти запросы дальше теперь что касается чего он боится да вот вот там мне было интересно понять насколько он боится вообще того что может быть арестованы тоже давал он это интервью давал уже прошло много времени даст того времени и я так понимаю что он ведет определенный образ жизни не потому что ему так хочется а потому что он скорее всего кого-то боится и кого же он боится давайте посмотрим на наших плечах действительно много ответственности и я бы не сказал что мы параноиды но мы должны сохранять видите вот самый крайний самую крайнюю степень страха он показывает отсаживаясь вот это уже не просто челюсть вниз не только поджать подбородок то что ну скажем так скрываемые эмоции и прочее прочее а именно уже отсаживаясь уже все тело боится не просто вот на уровне мозгов да там может быть может не быть а когда человек уже отсаживается это уже сигнал того что он действительно этого боится его тело уже готова бежать да то есть это реакция на стресс замри дерись беги да и вот в данном случае он пытается бежать усво осмотрительности знает знаете не быть слишком доступными не путешествовать по всяким странным местам новые не путешествуете по странным местом надеюсь что нет мне нравится путешествовать там где я чувствую уверенность те места совместимы с тем что мы делаем и с нашими ценностями я не езжу ни в какие большие сверхдержаву страны типа китая или россии или сша и я полагаю что агентство национальной безопасности это не то агентство которое будет работать с вами напрямую так типа являться сюда и задавать вопрос вы такой дипломатичный здесь кстати он отсел потому что ему страшно а карлсон отсел еще и пиджачком закрылся возможно что он просто как опытный журналист просто как сказать дублирует зеркалит зеркалит собеседника вообще каждый коммуникатор он обладает этой этой способностью в какой-то степени зеркалить собеседника для того чтобы собеседник больше раскрывался чтобы он чувствовал себя одной крови что называется да это психологический прием и не знаю что это со стороны карлсона но со стороны дурова это сто процентов страх и он действительно боится вот эти все агентства национальной безопасности во всех странах и поэтому он старается избегать крупных стран как он сказал и вообще каких-то опасных мест на земле да они не являются агентством которые работают с вами напрямую это правда а вот я не эксперт в политике сша справедливости ради нужно отметить что у вас сейчас есть twitter он же x я twitter он тоже боится кстати хоть он и говорит хорошо но он опасается возможно маска да ну в общем тут какие-то тоже странные истории да и обратите внимание он еще и поглаживает колени то есть это вопрос связанный с репутацией с ей с его эго да то есть вот здесь вот ну можно сказать что он сейчас говорит о противнике который обладает довольно сильной властью да и здесь речь не а не знаю не о цветочках которые он выращивает а действительно о конкуренте вот здесь вот прям четко видно что он считает маска конкурентом да или эту социальную сеть считает конкурентом но в любом случае настороженное отношение вот что и он похоже все более становится сторонником свободы слова про придет спич видите говорит как бы такие очень хорошие вещи да приятные которые возможно маску бы понравились и при этом челюсть приподнимает да то есть он он называет сильные стороны возможно своего конкурента да мы потом он опускает челюсть опять возвращается к подавленности и что там дальше он скажет да я думаю да я думаю это хороший прорыв и возвращаясь к нашему да и хороший прорыв при этом качает головой нет конечно же думает он все совершенно по-другому но проговаривает те вещи которые ну во первых не будут потом использованы против него да во вторых знаете как с врагами лучше держать поближе да и наблюдать за тем что они делают уже ну как это друзей напомните мне эту пословицу да что друзей надо держать на определенном расстоянии врагов надо держать как можно ближе чтобы знать о всех их шагах вот здесь та же самая история то есть вот по поводу твиттера да здесь очень много таких вот моментиков которые говорят о том что он боится твиттера боится вот как мы уже только что заметили агентство национальной безопасности вот это самые большие его страхи были раннем обсуждении когда я сказал что все это развивается циклично кажется что все начинает меняться да а ну а теперь давайте посмотрим по поводу того что для него высшая ценность и здесь я с ним полностью буду согласна потому что я видела его натальную карту я не хотел принимать ни от кого никакие приказы и я оставил позади вероятно довольно комфортную жизнь но для меня никогда не было целью стать богатым для меня в жизни все сводилось к тому чтобы быть свободным и да в какой-то степени это возможно а моя миссия в жизни была в том чтобы позволить другим людям также быть свободным и в каком-то смысле используя эту платформу мы создали то что мы создали и моя я надеюсь то что это помогло и людям выражать свою свободу и такова миссия телеграмма и это было также миссией моей предыдущей компании да мы только что увидели что для человека высшая ценность это свобода и здесь я с ним полностью согласна я ему полностью верю потому что вот да сейчас хочу поблагодарить тех кто с нами только на разборе невербального поведения и постепенно мы с вами давайте переключимся на разбор его натальной карты а кроме того здесь хочу обратиться к тем кто у меня на обучение по астрологии там вот вот этот сейчас вот это занятие будет для вас очень ценным с точки зрения трактовки транзитов ну по натальной карте я там буквально несколько слов скажу а вот по транзитам которые вот например сначала когда там было уголовное преследование мы поставим вот ту дату потом поставим дату ареста его во франции когда его отпустили что сейчас у него происходит в жизни и что его ожидает вот это все мы сейчас посмотрим по транзитам я вам одну фишечку подскажу очень интересную полезную поэтому благодарю тех кто был с нами на разборе невербального поведения я думаю что те выводы которые можно было вы выловите выудить из разбора его поведения мы это все сделали а сейчас давайте разберем событийный ряд касающийся павла дурова сейчас я уберу лишние окна чтобы они нам не мешали а там так вот вот перед вами сейчас натальная карта и о чудо я в интернете нашла его время рождения не уверена что это сто процентов стопроцентное попадание хотя в принципе я допускаю что это верно потому что видите на асценденте у него находится уран это вот как раз то что высшая ценность для человека свобода и это как раз и есть олицетворение урана на асценденте это гений гений но я не который ну уран это вообще высшая октава меркурия это вот интернет технологии это вот все что связано с ним это как раз и есть олицетворения урана да вот 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 эти все новые фишечки которые он придумывает программы все все такое то есть ну кроме того уран очень сильный у людей гениальных до которые идут впереди времени и создают что-то новое да и здесь он прям четко на асценденте это значит что это просто вот его визитная карточка которую он несет это как знаете на лбу написать что-то и он будет вот даже не написать а сделать татуировку вот здесь вот такая же история то есть свобода это для него высшая ценность и он как носитель вот этого всего ну этот лозунг его ведет по жизни и но смотрите уран к сожалению без общения да ну вот кто у меня обучается я говорю что это как актеры да вот планеты которые участвуют в жизни человека они как актеры они между собой должны общаться но если они не общаются то он как бы отшельником становится и вот представьте ситуация он как самый главный вот стоит на входе в вообще в натальную карту да вот я называю это дворцом до дворцом человека и вот он стоит на входе но он ни с кем не дружит понимаете вот и это дает такую немножко оторванность от мира да и поэтому он так себя ведет он он не знает как себя вести он весь вот в своих вот эти вот поисках свободы он хочет быть свободен свобода для него в том чтобы его никто не трогал чтоб он сам в себе там варился и в общем-то был счастлив вот его высшее счастье это свобода и это действительно так свобода одиночество возможность работать над своими новыми какими-то штуками да это бунтарь гений но у него нет связи он как отшельник не от мира сего вот вот и вот его пожалуйста сразу визитная карточка кроме того я вам обещала сказать вот по поводу того почему он так осторожен в выражениях посмотрите у него в доме ближнего общения во-первых лилит это говорит о том что любое сказанное им слово будет трактоваться превратно в прошлой жизни он явно что-то накосячил с этим и в этой жизни вот вот лилит на нахождение лилит это опыт прошлых жизней которые мы принесли сюда и здесь это в овне то есть он довольно не сдержан в этом смысле он ему очень сложно держать свои речи свои высказывания свои вот эти вот взгляды да ему очень сложно но ему все это выходит ну вот очень плохо да и поэтому ему приходится держаться изо всех сил кроме того смотрите луна здесь же находится и луна тоже в овне это же в третьем доме и она еще в позиции вот со всеми этими товарищами то есть эмоционально он очень сильно вот этому подвержен для него это просто знаете красная линия красная тряпка для быка которая ну вот ему очень сложно держать язык за зубами но это крайне необходимо он очень взрывной он вообще не очень взрывной и поэтому вот такая вот ситуация понимаете но тут тут очень ну как бы такая понятно теперь вот мне лично стало понятно почему он старается минимально давать какие-то интервью какие-то высказывания потому что это все будет трактоваться превратно вот сто процентов любому другому это сойдет с рук в его случае это будет обязательно ну какая-то заварушка и все остальное а теперь смотрите что еще хочу отметить а плутон находится на эмси практически да ну в десятом доме конечно но практически на эмси то есть в зените о чем это говорит это человек по сути маг который меняет пространство смотрите здесь отшельник гений да а здесь маг который меняет пространство то есть у него вот это вот ну вот эти трансурановые планеты очень четко нашли себе нашли вот себя в таких местах вот три трансурановые планеты это плутон уран находятся прямо на самых важных точках вот здесь это дело жизни по сути да это то чем он стал известь станет известен до плутон на эмси это человек который поменяет мир который сделает свое имя незабываемым и так далее и еще нептун у нас в первом доме то есть вот эти все трансурановые планеты находятся в самых важных местах и мы действительно нет человека на планете который не знает павла дурова хотя может кто-то и не знает кстати кто не знал павла дурова до до того как стали смотреть мой разбор напишите мне в комментариях хотя я думаю никто этого не напишет потому что все мы сталкивались так или иначе с информацией о павле дура дурове особенно сейчас когда французские власти его арестовали и выпустили надо значит дальше что еще смотрите у него селена меркурий и солнце тоже находятся в зените да только с другой стороны получается со стороны социума со стороны ну вот общество до общество причем широкого общества если третий дом это ближнее общество где он старается держать язык за зубами то здесь у нас широкое общество это публик ну то есть это весь мир по сути сейчас весь мир знает про павла дурова поэтому стоит ему пукнуть и все это обязательно услышат и вот это вот все его публичность да вот это то что он с такой большой миссии находится в оппозит ну вот эти все товарищи они в соединении во первых да то есть ему очень сильно везет с его эго с его интеллектом он такой пытается какой-то баланс соблюдать да потому что это весах но здесь в оппозиции у нас луна которая в овне до который не терпится чем-нибудь ляпнуть который не терпится ввязаться в очередной скандал который не терпится сделать что-то не так вопреки всем да то есть ввязаться в драку а потом разбираться из-за чего вообще подрались да и вот это вот противоречие очень сильно отбирает у него энергию с одной стороны вот эта сильная мощь по сути вот в профессиональной деятельности с другой стороны его язык который ему приходится держать за зубами то есть вот это вот конечно же его боль которая бросается в глаза и здесь вот понятно понятно теперь почему он так себя ведет да ну вот я слышала просто что в свое время он бросал там кораблики какие-то из окна с деньгами ну деньги сворачивал там в какие-то кара эти самолетики и бросал их из окна в питере еще да ну то есть вот эти эксцентричные поступки они конечно же ему выходят боком очень сильно за счет вот этого всего понимаете то есть вот это это как раз вот и есть олицетворение того что он ввязывается сначала в драку а потом расхлебывает это все да но давайте все-таки вернемся к тому что я хотела отметить значит марс в квадрате к лилит вот это вот теперь то есть смотрите вот это вот его ляпнул где-то да и получается потом расхлебывай репутации и так далее первый дом это про эго да про личность и получается что вот пожалуйста что что-то сказал и все это ударило по способности действовать и ну тут же у нас и юпитер в соединении нептун то есть репутация прям по полной программе из-за каких-то высказываний из-за каких-то действий хромает репутация да и поэтому он так вот притих а дальше узел у него находится между пятым и шестым домом что тоже очень четко его характеризует пятый это дом творчества шестой это дом работы это трудоголик которому который в работе находит свое творчество но смотрите узел ни с кем не соединен никак но он ни с кем не взаимодействует узел это наше предназначение это то куда мы идем и здесь получается что он тоже оторван от реальности он как бы кайфует от того что он ему дайте просто поработать дайте ему одиночество и он свернет горы но все к нему липнут пристают и заставляют давать разные комментарии да теперь давайте что посмотрим что поменялось с его переездом в париж здесь тоже довольно интересная ситуация значит смотрите уран ушел на куспит 12 дома да то есть ну по сути немножко спрятал свою гениальность свою вот эту отмороженность и ну вот все что я вам сказала про уран на асценденте но на асцендент попали вот эти товарищи до нептун опять трансурановая планета марс и юпитер то есть вот это вот его продвижение в социуме причем здесь уже по нептуну он немножечко но нептун такая очень противоречивая трансурановая планета с одной стороны вот я например считаю нептун это проявлением бога внутри нас но мы все к сожалению стараемся вот эту искорку бога прятать и жить больше умом и поэтому люди которые вот энергии нептуна пытаются продвигать это но так как мы все прячем вот эту искорку да то искра которая пытается пробиваться она часто вот материальный мир пробиваясь становится как бы обманной информации потому что очень много слоев мы как бы знаете вот когда что-то страшно ну вот это это наша душа по сути нептун это наша душа у каждого из нас искорка какая-то да и мы стараемся эту душу спрятать и когда мы пытаемся вот из этой души что-то сказать эта информация часто бывает очень сильно подвержена нашим каким-то убеждением нашим каким-то страхом и так далее и она ну вот и люди которые воспринимают они тоже через призму страха каких-то убеждений это все воспринимают и эта информация становится отчасти фейковой да и люди по нептуну они немножко тоже такие вот не от мира сего они какими-то непонятными категориями живут и ну здесь тоже получается что это и возможно вас при уход не туда да вот со стороны человека до возможно какие-то не знаю игры там не знаю со спецслужбами да вот вот но какие-то уходы куда-то не туда до уходы там запрещенку там еще куда-то да ну вот по нептуну конечно же нас часто уносит потому что мы как слепые котята в этом смысле да но не у всех хватает там каких-то убеждений по вере да там по каким-то еще критериям и поэтому мы подвержены вот этим уходом куда-то к чему я это все говорю то есть приехав он переехав во францию до получив гражданство франции ну и вообще во франции же все произошло этот арест да и он сейчас находится там поэтому имеет смысл это показывать его воспринимают немножечко знаете таким вот человеком с двойным дном непонятным вот он воспринимается как человек непонятный даже если он пытается там как-то перед всеми раскрыть душу все равно его будут воспринимать через призму вот этой непонятности да и смотрите плутон плутон у нас прям встал совсем на mc то есть уехав за границу он прям четко стал менять мир да и вот он как раз создал telegram и и все такое и еще один момент хочу отметить то есть смотрите получается добавил себе до загадочности стал конкретно менять мир когда переехал да и что еще поменялось у нас это поменялся узел он четко в пятом доме то есть для него это стало творчеством не трудоголизмом он вот прям творчески стал вот ну жить работать и его предназначение в творчестве да ну вот он воспринимает это как твор это мы с вами можем считать что это какие-то дебри темный лес и так далее а вот для него это творчество значит ну и теперь давайте к самому интересному перейдем к транзитам и для начала давайте посмотрим вот когда у него ну его начали преследовать уголовное дело когда в россии открыли сейчас я вам поставлю двойную карту и здесь вот для тех кто у меня учится на этом курсе астрология да если вы еще не учитесь под видео будет ссылочка там курс за 990 рублей как пользоваться астропроцессором z9 и там вы научитесь вот составлять вот такие карты а трактовать их ну первые какие-то шаги я вам показываю дальше вот с помощью вот таких вот обучающих возможно видео возможно когда вы уже понимаете что надо смотреть вы уже можете гуглить и задавать какие-то вот эти аспекты так вот посмотрите его уголовное дело в россии было в 2013 году в апреле и значит что мы здесь видим ну во первых узел встал на венеру вот смотрите вот эта синяя . это соединение планет так узел 17 и венера 18 то есть узел как раз стоит на венере но один градус это нормально и что это о чем это говорит это говорит о переоценке его ценностей в каком доме это происходит это происходит в десятом доме доме карьеры соответственно получается что переоценка ценностей в его карьере в его продвижение имени его детище до которые всем известны то есть вот так вот переоценка ценностей идем дальше а селена так в оппозиции к узлу вот пожалуйста вот здесь вот прям четко смотрите как это все трактуется с точки зрения вот причинно-следственных связей вот я хотела как раз ученикам показать и вот тем кто интересуется как это все трактуется смотрите селена подошла со стороны 11 дома павла то есть благодаря благодаря или из-за влиятельных друзей появилась значит смотрите появилось прозрение какое-то понимание что нужно менять в плане его предназначения в плане его творчество то есть вот для него вообще вот это то чем он занимается это творчество это его деятельность да и смотрите как интересно влиятельные друзья ему подсказали по поводу его деятельности понимаете вот уголовка в россии по сути это был знак от влиятельных друзей по поводу его твой ну вот деятельности дальше смотрите вот венера оппозиция солнце из какой из какого дома у нас венера ну вот какой дом проходит венера венера проходит третий дом дом общения очень такой скользкий что называется дом для павла потому что ну вы знаете что он ну я уже сказала про то что он старается держать язык за зубами да и вот из-за того что получается из-за его каких-то высказываний или проявлений в ближнем кругу да вот с кем он общается удар по его получается его солнце это его то есть по удар по его широкому кругу солнце находится в девятом доме это широкий круг общения видите как интересно вот эта схема значит сначала мы смотрим транзитную планету какой до через какой дом она аспектирует и вот это значит причина того что происходит значит смотрите вот из-за того что он где-то позволял себе что-то говорить до желать венера это желание из-за того что желание какие-то возникали да и тут даже желание социума да ну вот получается извне из-за каких-то желаний которые там он мог озвучить до происходит проблема которая ударяет по его эго в широком кругу общения то есть вот какая-то слава не очень хорошая да но естественно уголовка это не очень хорошая слова но тем не менее вот это все это негативные аспекты а теперь по позитивным давайте пройдемся но благодаря нептуну в который проходит через второй дом вот пожалуйста нептун он делает секстиль к марсу вот благодаря его ресурсам второй дом это ресурсы деньги время энергия да вот вот ресурсы человека до благодаря ресурсам он имеет возможность решать эту проблему понимаете как это интересно да марс первом доме значит он имеет возможность свое все-таки эго как-то восстановить до дальше меркурий у нас тоже находится во втором доме эта информация и так благодаря информации и его ресурсам а идет аспект на венеру он имеет возможность дальше чего-то хотеть как-то взаимодействовать да все-таки благодаря его ресурсам он сохранит ресурсы потому что венера она еще и за деньги отвечает да и а подождите венера у нас она в десятом доме да ему у него есть возможность благодаря ресурсам у него есть возможность сохранить свое лицо в широких кругах да то есть видите вот сохранить свою карьеру у него есть такая возможность это вот я описываю арест да дальше лилит в секстиле вот пожалуйста лилит у нас из шестого дома аспектирует на луну в третьем и здесь какой вывод значит благодаря его работе он имеет возможность дальше вот общаться да как-то вот взаимодействовать с ближним окружением и так далее то есть благодаря своей работе он получает такую возможность видите как это интересно трактовать давайте сейчас следующий момент с вами разберем у нас чем дальше тем интереснее теперь давайте разберемся что же было вот из-за чего вот что же какая информация поступила к нам момент ареста павла дурова так сейчас арест вот пожалуйста здесь у меня заготовлена значит арест 24 0 8 24 года произошел арест во франции а и давайте ну как уже сложилось значит негативные аспекты а значит от нептуна к нептуну идет квадрат причем нептун транзитный с третьего дома аспектирует на нептун который у нас на асценденте считая на первом доме значит из-за того что где-то он позволил себе что-то сказать лишнее здесь идет удар по его вообще репутации потому вот по его визитной карточки да то есть вы помните я про не про уран про нептун сказала что вот у него когда эта планета на асценденте это как на лбу написать да и получается что удар по лбу да по большому счету вот из-за того что где-то он позволил себе кстати эмоционально вот нептун это же про эмоции это сверх эмоции да и получается где-то вот он позволил себе эти сверх эмоции и это ему вылилось боком и вот его как бы визитная карточка встала под удар это вообще квадрат от нептуна к нептуну это эмоциональная путаница разочарование и я вам даже скажу когда это закончится началось это в апреле в апреле двадцать четвертого года три касания у него получается вот в этом году у него началась это эмоциональная путаница и закончится в январе двадцать шестого года три касания будет и вот пожалуйста одно из этих касаний вот вот так именно причем это длинный аспект потому что он от трансурановой планеты нептун они обычно очень долго работают и но вычищают можно сказать все что накопилось да вот вот вообще работа трансурановых планет она довольно опасно но с другой стороны если нормально к этому подходить и ну как понимать что вот скоро начнется этот аспект и можно себя обезопасить в этом смысле поэтому либо вот разбирайтесь сами с астрологией да если вас это интересует если у вас например в жизни какие-то сложности прям валятся и валятся все из рук сыпется это как правило объясняется именно транзитами и если вы хотите в этом разобраться то пожалуйста либо сами этому обучитесь либо приходите ко мне на консультацию мы с вами разберемся из-за чего вообще все это происходит потому что вы видите как это все трактуется и как это все ну как бы вот я вам описываю да это же все вписывается событийный ряд дальше смотрите еще один квадрат от лилит юпитер лилит у нас находится в девятом доме юпитер опять-таки в первом доме и опять удар по репутации опять удар по и года помните я уже специально вот так вот вам иллюстрирую чтобы вы вспомнили как я вам это описала это что это значит широкий круг людей недоволен тем что ну вот получается что он высказался да вот вот здесь вот высказывание что он как-то не тех взглядов может быть да вот получается что девятый и третий дом это дом про информацию про общение про ну 9 это бог внутри нас это философия да то есть получается что и по ближнему общению и по философским взглядам и убеждениям он не нравится пространству до его нужно вот сейчас как-то проверить да и удар идет по его репутации по его эго по его ну вот визитной карточки соответственно вот такая вот история да что это было да ну поняли да а теперь позитивные аспекты вот в этот день как раз было много позитивных аспектов которые тоже ну вот кстати по лилит с 9 у меня тут шпаргалочка значит натиск большого общества это удар по репутации эго большого общества это имеется в виду широкий круг общества но вообще вся планета я думаю знает кто такой павел дуром да ну и его взгляды тоже как-то вот примерно мы все представляем а дальше смотрите теперь позитивные аспекты во первых уран встал на узел вот все его вот эти вещи они все связаны с узлом все его ну сложные ну вот эти переломные моменты поворотные моменты они связаны все с узлом значит что это такое уран стал на узел это бунт против рутины а и это тоже уран трансурановая планета она довольно долго стоит на этом узле когда она начала стоять это началось в августе двадцать четвертого года этот это касание будет короткая август сентябрь 24 до потом май июнь 25 будет касание и декабрь 25 апрель 26 и все эти касания закончатся то есть сейчас у него идет бунт против рутины вот он как и вообще по сути и что это у нас по пятому дому то есть получается в творчестве он сейчас вот бунтует да он он в своем творчестве получается тут даже не то что он бунтует а бунтует против него против его творчество социум пришел и говорит что вот вот слишком смело слишком ты много на себя берешь вот что олицетворяет вот этот вот уран на узлу на узле как правильно сказать ну в общем вот так вот а дальше солнце из восьмого дома вот пожалуйста солнышко через восьмой дом аспектирует на плутон в десятом до позитивно аспектирует это у нас секстиль о чем это говорит значит благодаря трансформации идет рост карьеры вот казалось бы арест да казалось бы неприятная ситуация но она ему на пользу понимаете тут вот как раз идет вот получается даже кто-то не знал павла дурова сейчас вот благодаря этому аресту все встали на его сторону да вот даже противные эти стороны до которые сейчас все разделились на за украину против украины все абсолютно встали на защиту павла дурова то есть все посчитали его несправедливо как страдающего страдающим за свободу да вот пожалуйста благодаря трансформации благодаря вот этому действию со стороны властей солнце это еще и власти да получается что огромный рост популярности павла дурова возможно его там количество скачиваний возросло в разы или ну вот как то или рост акции я не знаю ну то есть благодаря этому всему шумиха возникла и это шумиха его вознесла еще выше дальше меркурий из 8 дома вот пожалуйста меркурий у нас аспектирует так он сразу и сюда и сюда аспектирует ну вот три гонщик с меркурия на луну луна как мы помним она у нас в оппозиции находится к этим товарищам да она вся битая перебитая страдает боится слова сказать хотя такая взвинченная сама по себе да потому что она в огне она чуть что сразу в драку но здесь получается вот благодаря информации которая получилась из-за вот этой трансформации восьмой дом это трансформации смерть какие-то неприятности которые в итоге могут приводить к позитивным да то есть это вот мы отбрасываем все ненужное здесь получается что вот эта информация об его аресте пошла ему на пользу эмоционально то есть он вот по сути он своей луне дал зеленый свет и все увидели что он борец за справедливость за свободу да вот вот это вот все получается что он красавчик да вот на весь мир он стал красавчиком благодаря негативному казалось бы событию до которая оба все об этом узнали благодаря этой трансформационной новости все контакты ему сочувствуют все все его ближние контакты которые раньше может быть страдали от его взрывного характера от его вот этой эмоциональности непонятной он явно скрывает себя не потому что он такой красавчик да и он просто так так ему нравится да хотя ему нравится но еще он скрывает себя потому что он боится на лава на ломать дров вот с этой луной и с этой с лилит тоже черной луной то есть там вообще атас и поэтому он боится да и и здесь получается что все ему просто аплодируют стоя плюс смотрите от этого же меркурия идет у нас на плутон то есть опять рост популярности понимаете так подождите так 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 а как же на плутон меркурий сейчас секунду уберу вот это а меркурий селена на плутон у нас солнышко как рассмотрим здесь у нас везение до везение вот в широком кругу то есть получается что это по сути вот эта информация привела к тому что ему еще и везет да но то есть вот на момент ареста я бы вот ну как бы вовремя не стала не сделала этот разбор но там было сразу понятно что его выпустят ну и это приведет как раз к другому эффекту да ну к противоположному потому что здесь идет прям четкий рост популярности рост возможностей дальше сатурн так сатурн из второго дома у нас так подождите вот сатурн так подождите а этого нет аспекта почему я подождите секундочку мне же надо поставить а он в париже да все правильно значит а сатурна нет аспекта ну ладно просто я сначала разбирала по его натальной карте питера да вот там от сатурна был тригон к венере в 11 дом что тоже говорила бы о том что ну вот получается благодаря ресурсам нашли друзей да ну здесь получается что это было не в россии соответственно этот аспект не считается селена 7 так селена 7 вот пожалуйста селена венера что у нас благодаря партнером то есть вот 7 дом это партнеры благодаря партнером нашли так нет не друзей нашли еще большее продвижение по карьере то есть получается что благодаря партнером вот этой шумихи все раздули и вот он прям красавчик да все его имя звенит на весь мир ну смотрите как много аспектов которые ну вот все все планеты которые у него наверху это как раз то чем он известен да вот они все в лучах славы по большому счету дальше юпитер в шестом вот пожалуйста юпитер у нас шестом так секундочку вот юпитер юпитер что солнце а ну вот пожалуйста благодаря его работе его эго опять-таки на коне дальше рост эго марс 7 так марс а нет марс 6 у нас секстиль от марса к луне благодаря активности партнеров нет благодаря работе опять-таки его идет поддержка от окружения благодаря тому что он такой трудяга и много чего сделал идет поддержка от его окружения чтобы он там не говорил но получается что по луне сейчас он красавчик ну то есть когда его арестовали все встали на его защиту и вот происходит освобождение его из-под ареста и посмотрите какие здесь у нас транзиты вот здесь уже не так все хорошо уже смотрите значит ну давайте с негативного нептун нептун у нас так и остался а про него я говорила еще при аресте этот аспект был то есть сейчас идет вот эта ситуация квадрат нептуна но это длительный процесс да а значит смотрите еще уран все еще стоит на узле и это продолжение того что я сказала да но есть два позитивных момента значит первое это меркурий секстиль селена это счастливые новости но мы все были рады что его выпустили и мирку так дарить отчета у меня тут так секундочку секундочку так убрать так на узел смотрите вот благодаря эмоциям партнеров но луна кстати она там очень быстро проходит поэтому ее даже учитывать не стоит там буквально я кстати время не знаю во сколько его выпустили взять поставить например 10 утра и тут все поменяется видите вот этого аспекта не будет луна потому что слишком быстро идет поэтому ее брать в учет вниз не стоит даже но вот когда я делала разбор у меня получается по российской карте меркурий из восьмого дома делал тригон к луне но опять-таки информация делает его красавчиком до новости благодаря трансформации эмоциональная поддержка окружения готов отдавать адам значит это у нас что касается того что было вот у него выходит вот в момент освобождения уже не столь радужно все но опять-таки вот получается что арест принес ему популярность по большому счету теперь что касается сейчас сейчас я вот что сейчас происходит я буквально поставила вот 3 сентября и видите как много аспектов негативных возникло то есть вот арест сам по себе принес ему больше популярности но вскрыл явно много проблем эти проблемы видны сейчас сейчас он наедине с этими проблемами оказался да но позитивный аспект я начну потому что его меньше тригон меркурий луна вот как раз вот этот аспект который в новости благодаря трансформации эмоциональная поддержка окружения да ну и так далее готов отдавать и прочее прочее но смотрите тут у нас много негативных аспектов во-первых квадрат от солнца к урану солнце у нас проходит восьмой дом то есть власти так сейчас секундочку разрядится моя это машина значит благодаря вмешательству власти его вот эта гениальность ставится под удар причем под удар уран ведь у нас на асценденте 12 дома на секундочку 12 дом это ограничение свободы в том числе или какой-то уезд за границу или вот ну то есть это изоляция изоляция уход куда-то подальше и вот у власти оказывается есть улики понимаете вот этот негатив причем улики неожиданные так как это уран понимаете вот у власти есть неожиданные улики для изоляции это первый аспект второй аспект так марс из 7 так видим марс у нас не 7 а нет правильно 7 он на куспиде 7 вода от марса к нептуну усилия партнеров осложняют положение понимаете вот здесь вот как раз удар потому вот знаете я слышала о том что он является каким-то агентом кремля что ли или или что-то такое здесь вот получается что это ему опять таки ставится в обвинение то есть ему сейчас вот его вот эта роль по нептуну которая такая сомнительная непонятная и ну как бы в обычной жизни ну воспринимается ну как то вот немножко не не такой как все да а сейчас получается что откопали партнеров до которые как-то действовали и вот сейчас получается что эти партнеры накуролесили а ему отвечать понимаете вот как интересно все складывается идем дальше узел из 3 то где у нас вот узел узел находится в третьем значит узел юпитер значит что вообще узел в третьем это значит общение ближнее общение да и выходит так что ну вот когда узел с юпитером это знаете такое состояние недовольство собой когда вот вселенная тебе предъявляет какие-то претензии в том что ты должен что-то делать а ты вот понимаешь что ты не то что то делаешь это как это даже фанатизм да вот был можно даже так это трактовать потому что ну как бы ты понимаешь свою миссию но ты не не выполняешь ее и ты начинаешь вот и внутри возникает такое состояние истерики что блин что же делать надо наверное сильнее сюда надавить да надо вот прям поднажать сюда и получается что из-за того что он что-то сказал может быть неверное да удар опять таки по его визитной карточки по его его смотрите как много аспектов красных аспектов по его эго бьют как раз по планетам которые у него на асценденте то есть выйти он вышел из тюрьмы до его выпустили но смотрите как много проблем образовалась дальше от венеры 9 дома вот венера у нас по девятому дому идет идет опять таки на юпитер то есть его хотелки его желание в масштабном смысле они тоже ну разрушают его имидж до разрушают его ну не имидж даже а его лицо лицо то есть стоит под ударом до из того что он где-то там хотел слишком много где-то он там ставил какие-то несбыточные идеи до какие-то там что-то проговаривал не то то есть вот здесь вот тоже нептун у нас квадратирует опять-таки нептун первого дома это я уже говорила замешательство стремление к изоляции из-за ближнего круга так подождите нептун 1 а причем тут так а это вот по нептуну по нептуну человеку хочется уединиться разобраться в себе и соответственно вот из-за ближнего круга его тянет в одиночество да ему хочется уйти от всех и как-то самому по себе ну и что же ожидает павла в дальнейшем значит так далее у нас далее как я это обозначила так 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 я не помню как я это обозначила но хорошо 30 0 8 а нет далее а подождите а значит не буду сейчас искать где я там поставила да вот эту точку я где-то зимой посмотрела что его ожидает дальше и ну давайте ладно действительно поставим 12 12 положим там уже эти аспекты должны быть так это я убираю чтоб не мешало да и что мы здесь видим значит во первых плутон у нас идет так подождите где плутон плутон шел по второму дому а где он сейчас чего его не вижу а вот плутон а нет он идет сейчас по первому дому а значит это изменение в его ну вот его вот эти вот трансформации которые касаются его личности сейчас прям идут полным ходом дальше что самое такое неприятное это то что плутон из 2 ну вот через через первый дом аспектирует на его плутон который на им си вот это вот очень такой важный момент потому что вот здесь вот это говорит о том что власть его дальше будет мурыжить власти его дальше будет к нему вмешиваться попова вот из-за того что он вот такой да вот что касается его это через первый дом первый дом это личность это то как он себя позиционирует то есть у власти претензии к тому как он себя позиционирует и что он делает и вот это вот этот аспект у нас начался в феврале 24 года вот этот квадрат просто в момент ареста его не было но дальше он еще вернется вот этот аспект и он там несколько касаний начиная с февраля 24 и закончится все в декабре 26 года вот эта вся переделка которая сейчас идет ну вот в момент ареста вот этого квадрата не было просто это было между этими аспектами там были другие аспекты но самое главное я считаю что в этой истории это как раз вот квадрат от плутона к плутону и здесь получается что его сейчас будут вот как там но у него будет сейчас проходить мощная трансформация и он сейчас будет проходить вот эти вот но он должен будет ответить власти на все обвинения и это продлится до конца 26 года вот такая моя такой мой прогноз по поводу павла дурова не знаю как он из этого выйдет вообще честно говоря вот если так вот по транзитам пройтись то там можно по ну там каждый месяц поставить и посмотреть какие тенденции да вообще если это касается вашей жизни то транзитная техника это вообще просто чудесная вещь потому что я с этой помню вот каждый день смотрю свои транзиты и понимаю что я сегодня буду делать а чего я делать не буду потому что у меня сегодня там транзиты не способствуют и это всегда на сто процентов совпадает с тем что я даже не посмотрев транзиты что-то сделала потом посмотрела оказывается я вовремя все сделал мы настолько подвержены вот этим всем транзитом я просто в шоке как это работает поэтому если вы еще не с нами то пожалуйста присоединяйтесь либо обучайтесь этому вот всего за 990 рублей ссылочка под видео либо можете приходить ко мне на консультацию и задавать какие-то вопросы да вот если у вас в данный момент времени происходят проблемы да вот например у павла действительно происходят проблемы и они даже не в тот момент когда допустим вот у него арест когда арест у него как раз взлет получается его популярности и так далее а вот когда он уже вышел вот там уже обнаружились мощные проблемы с которыми ему придется дальше жить которые ему придется решать и здесь вот то же самое в нашей жизни происходит мы вот казалось бы все вроде разрулили а тут бабах и какая-то сложность свалилась на нашу голову здесь тоже надо все это разбирать понимать откуда ноги растут и вот я надеюсь что с помощью вот этой техники которую я вам сейчас дала что благодаря вот каким-то вещам до происходят события по по другому дому вот это вот очень классно работает я прям знаете настолько это ну полюбила прям надеюсь что вам тоже это понравится кстати напишите обратную связь насколько у вас это совпадает насколько вам это понравилось попробуйте потренируйтесь на себе и вы поймете как это мощно вообще как это классно и потрясающе поэтому присоединяйтесь к нам в любом виде либо в виде ученика либо в виде вот на консультацию приходите но в любом случае живите осознанно да и ну как говорится соломку подстелить это всегда лучше не так больно падать да и и вообще хорошо ну хоть немножко какой-то определенности до в жизни иметь и астрология в этом смысле нам очень здорово помогает сегодняшний эфир оказался немножко затянутый но надеюсь что вам понравилось поставьте пожалуйста лайк или дизлайк этому видео как вам понравилось напишите свое мнение что вы видите может я чего-то не увидела каких-то аспектов тут их много и соответственно я могла чего-то не увидеть поэтому если вы мне что-то подскажете я буду благодарна и вообще вот говорите мне свое мнение что мне нужно менять что мне нужно исправлять я всегда благодаря вам становлюсь лучше я очень рада что вы у меня такие классные есть и оставайтесь со мной до новых встреч пока пока